Привет, друзья, это канал Music Market, меня зовут Иван Захаренко, и сегодня к нам на обзор попали 4 совершенно разные гитары. На примере этих инструментов мы рассмотрим достоинства, а также недостатки самых популярных форм корпуса, а именно Dreadnought, Auditorium, Jumbo и Folk, и попытаемся ответить на вопрос, кому и для чего подойдет та или иная гитара. Готовы? Поехали! Итак, первая гитара от компании Cort, модель называется Earth 200. Кстати, гитара выполнена, пожалуй, в самой популярной форме, Dreadnought. Эта форма достаточно универсальна, на ней играют как медиатором, так и пальцами, абсолютно разные стили. За счет своего достаточно большого размера эта гитара очень часто используется для аккомпанемента вокалу, если вы играете с вокалистом или сами поете, но в то же время на ней также исполняют инструментальную музыку, и в том числе даже фингерстайл, но не традиционный фингерстайл с ярко выраженной мелодией, а скорее какие-то рок-рифы, басовые рифы, поскольку, как известно, в Dreadnought преобладают именно низкие частоты, и за счет своего такого низкого звучания и объемного корпуса очень классно звучит как перкуссия, так и какие-то мощные, яркие, агрессивные вещи. Давайте послушаем. Субтитры создавал Dreadnought Субтитры создавал Dreadnought Субтитры создавал Dreadnought Следующая гитара от компании LAC, модель T70ACE, и этот инструмент сделан в очень изящной, красивой и утонченной форме, которая называется аудиториум. В отличие от Dreadnought она чуть меньше и звучит не так громко, но главный конек этого инструмента это баланс, сбалансированное звучание. Здесь преобладают верхние и средние частоты, она не звучит так басиста, скажем, как Dreadnought, и за счет этого она является более универсальной с точки зрения исполняемых вообще партий на этой гитаре. На ней очень здорово аккомпанировать, потому что она звучит довольно громко все еще, но также на ней классно солировать и играть тот самый фингерстайл с яркой мелодией, и все это будет звучать очень насыщенно, очень сбалансированно. Поэтому эта форма является синонимом слову «баланс», и давайте послушаем, как же звучит она. Играет музыка Играет музыка Корпус следующей гитары Коррекорд CJ MEDX называется Jumbo и является самым большим, это действительно большая гитара. В отличие от Dreadnought, корпус гитары этой достаточно скруглен для того, чтобы сделать звучание сбалансированным. Ну и действительно, эта гитара является чем-то средним между предыдущим аудиториумом и Dreadnought. То есть эта гитара и звучит сбалансированно, и звучит в то же время мощно, потому что корпус по-настоящему большой. Пожалуй, это единственный недостаток этого инструмента, она очень большая, и если вы хрупкая девушка, скажем, или небольшой комплекции, то вам, возможно, может быть и неудобно за ней сидеть. Но мне при моем достаточно среднем телосложении очень удобно с ней обращаться. За счет своего громкого звучания эта гитара идеально подойдет для аккомпанемента, особенно если у вокалиста достаточно громкий голос, либо если вы играете в группе, и вам нужно как минимум не проигрывать остальным инструментом, то как раз таки вот джамбо это то, что вам нужно для того, чтобы звучать действительно мощно. Играет музыка Последняя гитара Sigma модель OMMST выполнена в форме фольк. После предыдущего огромного джамбо кажется действительно крохотной миниатюрной малышкой. Ну и в целом это ее главный плюс, она идеально подойдет для людей небольшой комплекции, то есть она очень удобная, очень небольшая, и в то же время звучит достаточно сбалансированно. Конечно, тише, чем все предыдущие гитары, но в то же время вполне неплохо. На ней можно исполнять как аккомпанемент, так и фингерстайл. Такие гитары, кстати, считают идеально подходящими для сунграйтеров, людей, которые пишут музыку, то есть можно совсем тихонечко себе аккомпанировать, и при этом голос будет звучать намного ярче, чтобы гитара не перебивала, скажем, вокал. Давайте послушаем, как звучит гитара в форме фолка. Гитара в форме фолка. Гитара в форме фолка. Отлично, друзья, теперь давайте сравним, как будут звучать одни и те же композиции на четырех разных моделях. Гитара в форме фолка. 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 Ну что ж, друзья, как видите, эти гитары абсолютно разные, у каждой свой уникальный характер и темперамент. И в первую очередь это обусловлено, конечно же, формой корпуса. Все зависит как от музыки, которую вы собираетесь играть, так и от удобства. Кому-то дредноут или джамбо могут показаться огромными гитарами, а кому-то, допустим, фольк покажется крохотной маленькой миниатюрной гитарой. Выбирать в любом случае вам. Если у вас остались вопросы, напишите обязательно в комментариях и также напишите, какую из форм предпочитаете вы. Ну и также вы можете всегда посетить магазин Music Market для того, чтобы вживую потестировать каждую из форм гитар. Ну а если затрудняетесь в выборе, то вам обязательно помогут консультанты в выборе вашей будущей гитары. Друзья, с вами был Иван Захаренко, это канал Music Market. Увидимся с вами уже в новых видео. Оставайтесь на канале. Всем хорошего дня. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok